всем привет кто-то может быть знает что это за штука сейчас расскажу зачем она мне нужна сегодня что с помощью нее будут делать в общем есть какое-то учреждение под которым я уже подъезжаю кстати у них там есть какие-то двери алюминиевые и каких-то в этих времени в дверях есть потребность им сделать створку врезать в створку еще одну створку то есть в штульповую створку им надо врезать еще одну створку получается так я подъехал даже не что сказать соответственно чтобы это сделать надо туда поставить два импоста получается что нам надо чтобы поставить два импоста нам надо профиль отфрезеровать вот так выглядит отфрезерованный импост то есть вот здесь вот идет продолжение профиля а эта штука крепится но в другой створку короче вот и чтобы изготовить нам такие посты вообще створку изготовить нам надо знать что это за профиль нише туда ездил уже какой-то там то ли 50 то ли 52 короче я решил что это может быть реолит 50 взял этот кусочек сейчас значит идем туда к этой двери придется наверно вынуть стеклопакет и попробовать засунуть вот эту штуку если все сойдется значит мы подписываем договор и будем работать будем производить работы по врезке в алюминиевую штульповую створку форточки вот что это было так что погнали тут все четко здесь не хватает пара миллиметров самая проблема в том что они хотят чтобы эта створка открывалась на улицу получается что сюда если мы два импоста поставим надо будет делать одну створку в нее еще короче другую створку из тэшки сначала из этой делаем потом из тэшки чтобы она открывалась туда заводится проем так можно сделать в принципе можно но проем будет это узится проем сколько будет где-то 300 на всего лишь в створку до этого достаточно где-то мало то нормально так а высотой по высоте присмождают другую на задание если сюда повредить не алюминиевый чтобы поградить вот этот там конструктор а пластик то есть но за уменьшить пластик также серый цвет его сделать из стэшки тоже он сюда вставить накладку и тогда в принципе можно сделать он же не принципиально из такого материала пластик алюминия в цвет будет советую цвету сюда вонокот поставим соответственно да зимпоста также сделаем и красную будет открываться все так отлично открой поставить закрой все и 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 так ну что я вышел с замера если кто не понял в общем ситуация такая створка ну соответственно открывается где петли у нас находится так как дверь штабики в помещении а они хотят врезать форточку чтобы она открывалась тоже в сторону где петли в противоположную от штабика в сторону то есть у нас дверь открывается и створка обычно когда мы врезаем такие вещи делаем створка находится внутри помещения чтобы она открывался внутрь помещения спектроположные от петель стороны тут им так неудобно потому что им надо из коридора открыть поставить какой-то реактив там реагент какие-то банки там склянки с каким-то жидкостями с химическими внутрь помещения и закрыли чтобы это было герметично вот позвонил я конструктору по алюминию она говорит ну можно сделать сначала делается створка из из зетки а потом в нее вставляется другая створка из тэшки то есть створка в створке делается чтобы перевернуть в обратную сторону подумал насчет развяжной но развязная система там тоже не будет не очень хорошо хотя можно в эти штабики в ежу втюхать но узко будет короче малое место банку трехлитровая там не пройдет скорее всего вот и в конце уже я понял что можно предложить вариант с с пластиком из тэшки из импоста делаются рама вне створка и вставляется для пущей убедительности надо съездить сейчас тоже в офис взять кусок импоста и сесть сюда прикинуть как это будет но визуально чтобы заказчик у нас понимал как это будет смотреться и все в принципе так мы решим эту проблему не надо будет оградить конструктор из алюминия створка в створке а сразу делаем из так получается нам можно из алюминия тоже сделать створку надо подумать об этом ладно все такой вот заказ у нас такой замер точнее очень интересный что думаете как можно еще если есть какие-то идеи давайте пишите всем пока все всем пока вот она идеально совпадает это будет внутренняя часть наплыв у нас идеально совпадает по конструктиву вот так мы сделаем соответственно слонку в этой двери вот я уже зарисовал главное чтобы нам согласовали эти работы по стоимости в основном ну Субтитры создавал DimaTorzok